Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Ирина Леонтьева, артистка-дрессировщица. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Ирина, вот цирк приехал. Расскажите, пожалуйста, с какой программой? Цирк приехал с очень интересной новой программой. В программе из животных участвует группа очень крупных, можно даже сказать, гигантских обезьян-шимпанзе, которые работают, в общем-то, индивидуально с том, что эти обезьяны работают не только с дрессировщикой, а с группой акробатов. То есть они выполняют трюки? Они выполняют трюки, также сначала акробаты делают трюки, потом повторяют вместе с акробатами обезьяны. Акробаты кидают их, они делают цель-то-мортали, вообще очень интересные трюки. Под руководством нашей народной артистки Маргариты Бреда. Очень интересный, этот полет существует давно, полет без сетки, в темноте. То есть это акробаты? Это воздушные гимнасты. Потом очень интересный, легендарный номер под руководством народного артиста Мирденова Юрия Петровича, кубанские казаки, который, в общем-то, проездил, можно сказать, весь мир. Очень интересный и красивый номер. Ну и вот я работаю, это единственный номер у нас в России и, в общем-то, и за рубежом, это олени-моралы и сибирские лайки. То есть вы дрессируете конкретно олени и лайки. Да. А вот скажите, пожалуйста, странное сочетание немножко, олени и лайки. Ну, олени, это вроде бы как бы Сибирь, где-то в Рижи там тундра, ну, естественно, какие собаки, не пуделя, а, естественно, лайки. И они участвуют в номерах вместе? Да, они вместе. Это в таком, номер выстроен в таком стиле народов Севера. Там упряжка и олени. Ну, в общем, приходите, посмотрите. Ну да, лучше, как говорится, один раз увидеть. Да, не рассказать, а интересно посмотреть. Ирина, вот к нам чаще всего приходят, когда дрессировщики, да, дрессировщики хищников. Вот как это, чем отличаются все-таки хищники, да, и олени-моралы? Ну, и хищники – это животные, которые кушают мясо. Это травоядные, это, в общем-то, тоже дикие животные. Но есть и домашние травоядные, тебе как коровы, а олени-то дикое, опасное животное. Но оно травоядное, оно не хищник. То есть, а тем не менее, олени, его тоже опасно дрессировать? Естественно, они, особенно самцы, они с рогами. И, в общем-то, это очень опасно. А сколько у вас животных, оленей, лайек? У меня четыре оленя. Из них, значит, один самец с большими рогами. И 12 голов лаяк, хаски, красивые собачки с голубыми глазками. Делают каскад интересных трюков. И стойка на передних лапах ходит, и на задних лапках ходит. Ну, естественно, там всевозможные прыжки, кульбиты, кувырки. Кого легче дрессировать, лайк или олень? Ну, естественно, собачек. Они домашние животные, они человека понимают. Олень – это дикая. И потом, в общем-то, как бы сказать, в природе это… Они недоверчивые, потому что в природе это добыча для всех. И они очень пугливые, они недоверчивые. И чтобы, конечно, стоит большого усилия, чтобы завоевать у них доверие. В принципе, у всех животных, потому что все дикие животные, конечно, знают, что человека бывает, когда идет охотник, можно ожидать, не ждать добра. А в цирке все-таки человек – это друг животного. Как бы, вот я считаю, что в животе, животные, вот я работаю, это не животные, это мой партнер. Это как бы воспитываю так же, как воспитываю своего ребенка. То есть вот оленья к вам попадают маленькими олененками? Конечно, я беру маленьких и воспитываю, и репетировать начинаешь с малолетства. Потому что большой олень уже ничего не сделаешь. Его воспитывала мама, мама дала ему свои навыки, она ему сказала, что это опасно, а это вот здесь хорошо. А когда я беру его маленького, он знает, что я его мама, что я ему не сделаю ничего плохого. И сколько вот времени нужно, чтобы оленью выдрессировать? Ну, так же, как и люди. Есть животные, которые талантливые, есть, которые более дикие, недоверчивые. Все зависит от особи. А бывает такое, что, например, потомство у них появляется в цирке? Да, у меня, в общем-то, очень часто бывает потомство. И оно тоже идет потом в следном родителе или как? Ну, я, в принципе, когда, если мне надо для работы оленя, я могу их повязать, получить потомство и впустить в работу. Я, в общем-то, так вот и делаю, чтобы не искать там где-то. Вот, и сразу маленького забираю. И начинаю с ним, в процессе кормления, начинаю как бы так уже и репетицию. Ирина, мне всегда было интересно, как вообще в жизни человека появляется цирк? Вот как так получилось, что вы стали дрессировавшись в цирке? Ну, я, в принципе, родилась, выросла в цирке. У меня родители работали. И для меня не стояло выбора никакого, что куда-то идти в другую профессию искать. Я уже знала с детства, что вот я помню, как помню, смутно помню, что у меня еще было 5 лет. И я уже ходила на репетицию серьезно. Это все было без всякой игры, что я буду артисткой. Все, потом, закончив 8 классов, я поступила в цирковое училище, чтобы это все было профессионально. Закончила цирковое училище, выпустилась в жанре гимнастка на турниках. Ну, потом травмировалась и, в общем-то, взяла вот животных. А почему выбор пал именно на этих животных? Ну, знаете, я вот по мере того, что я как выросла в цирке, я видела и Дуровых, и Юрия, и Владимира. Видела много животных всяких в цирке. И хотелось что-то такого, знаете, необычного, чего не было. И вот как-то мне так вот в голову, вот почему-то вот это вот, думаю, вот все-таки север, это такая красивая экзотика, это северное сияние, это меха, это бриллианты, это вот все как-то вот, это вот олень вот такими с рогами, эти собачки такие красивые, пушистые. И вот как-то вот мне вот так вот, и я взялась, до меня никто не работал. И мне, конечно, много говорили, что ты зря взяла, вряд ли что получится. И как-то мне так вот экспериментально дали, что вот получится, получится, не получится, иначе не получится. Вот там два года, да, да, нет, нет. Ну, у меня как-то характер такой, думаю, должно получиться, все, вот, не надо, вот, вот. И, конечно, сначала выпустилась небольшой, был такой номерочек, буквально где-то минут на пять. Олени там, ну, тут пробежали, там пробежали, здесь прыгнули, там, в финале пробежали. А потом уже с опытом как-то вот стали уже делать трюки. Вот после представления своих артистов ругаете, поощряете как-то? Ну, конечно, там, и когда пожуришь, вот там, они же, особенно вот собаки лайки, они же хитрые. Где-то что-то, это что-то можно, она тут же раз и где-то схалтурила. Ну, и, конечно, потом хорошо отработала, побольше дала, схалтурила, не получишь лакомства. Вину свою чувствует, если накосячат? Конечно, они уже, когда приходят, уже знают, она уже, вот это, собаки в основном, оленя-то они как-то вот. А собаки знают, что если накосячат, она уже сидит, может, отворачивает, что, значит, уже она ничего не получит. Ирина, честно, я в последний раз в цирке была, не знаю, мне надо лет пять было. То есть, давно я там не была. Вот за большой, допустим, промежуток времени, да, последние там годы, все-таки, наверное, цирк изменился, да, существенно? Ну, конечно. Это уже другой цирк? Да, конечно. Если вот, во-первых, и современные постановки, и современная музыка, и современные костюмы, конечно, цирк идет в ногу со временем. Что вот ожидать зрителю, и вот почему нам надо пойти на это представление, как считаете? Ну, я считаю, что, в общем-то, посмотреть, увидеть группу шимпанзе, которые делают акробатические трюки вместе с акробатами, вы такого больше нигде не увидите. И, конечно, вот олень – это единственный номер. Увидеть оленя в манеже, как он работает, тоже больше нигде не увидите. А потом я считаю, что и вот джигиты под руководством Мертенова – это уникальный номер. А клоуны есть? Конечно, клоуны у нас есть, и клоуны очень интересные. Кстати, вот клоун у нас, Энвар Шамшандинов, он участвовал в передаче с клоунами АБВГДК. То есть клоуны действительно смешные, это точно. Ну да, но у него молодой партнер. Потому что я вот боялась даже клоунов, когда маленькая была. Так что у нас легендарные клоуны. Это тоже хорошо. Спасибо, Марина, огромное за столь увлекательную беседу. Друзья, обязательно давайте пойдемте в цирк и посмотрим замечательное представление. И напомню, что в гостях у меня сегодня была Ирина Леонтьева, артистка-дрессировщица этой программы «Семь минут». Увидимся.